Добрый день. Я хочу приветствовать вас всех в музее истории Киева. Прежде всего, приветствовать вас всех в 30-ю речнице катастрофы в Чернобыльской атомной станции. И на презентации с компанией FUN51 такого виртуального подорожа на станцию Чернобыльскую. Я хочу в Чернобыль поддивитись на очи, что там происходит и проникнуть в то, что такое Чернобыль, что такое призрак. И одно можно сказать, что много людей знают это по книжкам, люди старшего поколения. Знаю это безусловно по книжкам, которые происходили. Еще раз хочу поддякувать тем людям, которые отдали свое життя для того, чтобы уменьшить наслідки этой катастрофы. Великая кількость этих людей, зарплатила большую цену за это все. Это вода, когда много людей в Украине, много людей, которые, рисковавшись своим здоровьем, сделали все для того, чтобы уменьшить риски для всех других. Это беда в торговости многих людей. И мы очень рады нашим друзям, которые влияют на это. Это и немцы, и поляки, и чеки, и французы. Многие страны, которые брали на себя возможности помогать и особенно помогали им динамичь Чернобыля. Они отдыхали, здоровались и отдыхали в Украину. Сегодня мы можем, безусловно, ближе к Немальц-Раде, благодаря сучасным технологиям, что там происходит. Я бы мав возможность ходить в Чорнобыльский станции уже много лет. Это трагедия. И действительно, знаете, когда ты приходишь в «Призрак», где люди, заходишь в годину, где осталось все, люди отъезжали и сказали, что мы вернемся через день, через два, и остались так, как было прийти, казалось, что много вещей и остались такими вражениями, что люди должны повернутись. Я бы хотел подозначить, чтобы мы шанули, это неизвестный. Голиное мовчание – память тихих людей, кто отдал своё життя, чтобы уменьшить наследие этих катастроф. Голиное мовчание, пожалуйста. Голиное мовчание, которые находятся в Украине. Я еще раз хочу подякнувать нашим близким друзьям, до которых эта катастрофа не приезжает. которые происходят в Украине, очень благодаря всем тем, кто сейчас получился к этому проекту и уверены в том, что этот проект может стать проектом для дальнейшего сопровождения и сферы новых технологий и дальше продолжать реализовывать этот проект, который может иметь великие перспективы для того, чтобы больше давать ему явление про те годы, которые происходят в 30 лет назад. Дякую вам. Дуже дякую. Готователям Москвы, между прочим, между Польшей и Украиной, между Немеччиной и Украиной, между Европейским и Украиной. Историчные Москвы – это наше завдание санкопринятия в эксплуатации «Подкрытие дело». Мы очень рады, что властные стримы истории могут быть приказаны за такие новые технологии. Я запрошу до слова господина Володимира Ветровича, главы Украины.